Всеми известное место на окраине села Кындах – горячий источник хлоридной кальциево-натриевой воды. Это необыкновенный природный комплекс, состоящий из скважин с минеральной водой для питья и открытых источников для принятия ванн, гидромассажа, целебных грязей. Место, известное и любимое не только у жителей республики, но и у отдыхающих, которые приезжают из разных уголков России. Я приехал из Солнечного Адлера. Впечатления незабываемые. Хочу найти здесь жену и остаться навсегда. Виталий Перепенко, всем привет! Мы рады, что мы сюда добрались. У нас была одна из целей сюда приехать. Мы посетили Гагру, Хуху, мы теперь сюда доехали. Нам очень нравится. Очень хорошо, что есть такое место, где можно отдохнуть душой и телом. Нам все понравилось. Будем всем друзьям рекомендовать это место, всем знакомым, родственникам. Обязательно вернемся сюда. Март – первый месяц весны. Уставшие от холодной зимы люди по мере возможности пытаются сменить обстановку. Некоторые едут в жаркие страны, чтобы насладиться теплой морской водой и золотистым песком, а другие, вопреки всем традициям, выбирают для отдыха самые необычные маршруты. Нам очень нравится данное место. Оно очень расслабляет, приводит в тонус и просто отдыхает все тело. Первый раз на эти источники довольны. Все замечательно. Спасибо большое. Абхазия. Это же она страдала нас радушно, да? Обогрела, накормила. Разгар туристического сезона на горячих источниках ближе к июлю. Однако уже сегодня здесь немало так называемых туристов-однодневок. По мнению владельцев комплекса, такое количество отдыхающих в марте связано с закрытием границ из-за коронавируса. Эти люди не выезжают за границу. Они все свои денежные капиталы, что имели, оставляют и в России, и в Абхазии. Я все смотрю в соцсетях, слушаю нашего министра по туризму. Столько он работает везде и со всеми общается, договаривается. Это же все в пользу нас и всей Абхазии. Туристы привозят, экскурсоводы наши. У нас хорошие экскурсоводы, прекрасные. Они им все рассказывают про Абхазию и, естественно, про наш источник. И вот они приходят к нам. Сердце кандыгского курорта – гейзер. Температура воды в нем достигает плюс 110 градусов. Вода выводится наружу на специально оборудованную площадку с помощью труб. Поток падает с высоты нескольких метров, создавая эффект гидромассажа. Другие трубы подведены к четырем бассейнам с водой разных температур. Мы приехали из Ульяновска. Очень мечтали побывать на горячих источниках. Это вообще божественно, взвораживающее. Ну, чудеса. Случайно попала сюда и очень довольна. Случайно пришлось купальник тоже купить ради такого дела. В общем, я счастлива и приеду обязательно еще раз, что я буду в этих краях. На кынтовских источниках всегда многолюдно, так как здешняя вода лечит болезни суставов и опорно-двигательного аппарата, артриты и артрозы, травмы и гинекологические заболевания. Трудно поверить, что 14 лет назад здесь была свалка мусора. Тут не было ничего, кроме верхнего гейзера. И вот тут отдыхали мои братья. Это идея моих братьев. И они вот подумали, а на охоту ходили, но тут уже лес было. Ходили на охоту и подумали, давай вот тут пустим один жёлоб и посмотрим, что будет. Они сами для себя. И вот один жёлоб, два жёлоба, которые вода сверху течет, сделали видеть, что интерес людей получился, и начали люди ходить. И они вот за счёт этого увидят, что людям это нравится, и местным нравится. И прежде тогда мало их было, но один, два, три человека заинтересовал это их. И они это решили, вот это всё почистить, облагородить и сделать вот это. И это всё они сделали мы, семейно, своими силами, своими средствами. Семейный бизнес ЧКОНИ сегодня процветает. Помимо членов семьи, здесь работают и местные жители. Несмотря на пандемию коронавируса, всем сотрудникам ежемесячно выплачивалась зарплата, отметила Джулета ЧКОНИ, делясь с нами планами. Мы хотим детский бассейн сделать обязательно, построить детский сей, туалет. Мы обязательно должны построить, мы уже построили, только мало осталось. Доканчиваем и делаем у нас, и сделаем раздевалки побольше ещё. Ну, я вот, как я вижу, некоторые хотят раздевалки тёплые. У нас рассчитано на летнее всё. У нас зимой людей не было никогда, и мы никогда не рассчитывали на зимние раздевалки. Но посмотрим, как пойдёт. Если у нас будет зимой люди, и будет движение у нас в Абхазии с туристами, может, мы будем и зимние раздевалки тоже. В селе Кындах есть ещё один источник. Он был открыт около пяти лет назад. Здесь пока людей немного. Как пояснил управляющий комплекса Сурам-Лепсая, пока не сезон. Мало нас знают. И то, что есть, готовимся к лету. Мы уже знаем, что от отдыхающих, что надо добавлять, что надо делать. Они тоже нам говорят, подсказывают, что им это надо, то надо. Ну, как пожелания у них обычно? Ну, как пожелания. Чтобы чистота была, чтобы порядок. Тут свалка мусорная была. Чтобы было вообще даже пешком невозможно было спускаться. Сам источник там выходит. Наверху восемь больших бассейнов огромных. И мы через них пропускаем. Остывает вода. И всё, что видите, это всё сделано руками. Осенью, зимой и весной приезжих на источниках мало. Но те, кто освоил отдых в Кендаге, не променяют его ни на какой другой. Разница температуры между горячей водой и чистым холодным воздухом оставляет незабываемые впечатления. При этом всем любителям горячих процедур не стоит забывать о противопоказаниях. И прежде чем окунаться в источник, проконсультироваться с врачом.